Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в The Walking Zombie 2. Собственно, какие у нас сегодня с вами планы на открытый мир? Нам нужно совсем немножечко осталось дофармить денег для улучшения базового лагеря, буквально вот 4000, и будем, короче, грейдить до следующего уровня. А там новые локации, новые уровни для всех построек, плюс один. Вау, нифига себе, у меня тут бензина, конечно, делалось. Так, окей, в принципе, пойдет. Так, давайте посмотрим, что у нас по месту. Есть у нас место. Так, ну одну канистру, наверное, я на всякий случай оставлю, остальные, наверное, сбагрю. Ну, мало ли, вдруг мне сегодня много топлива понадобится, чтобы ездить. Так, большая не присутствует зомби, средний размер локации. Есть магазин, сюда мы не пойдем, здесь нету магазина. Здесь есть магазин, здесь есть магазин, здесь нету, здесь нету, и здесь у нас есть магазин. 2000060, 2000060. Ну, вот эти две локации меня не особо интересуют, я не хочу на них идти, так как на них нет магазина. Здесь у нас неплохая локация, здесь, в принципе, тоже неплохая локация. Ну, блин, здесь вот, и здесь, и здесь мои нелюбимые локации в виде лабиринта. Я очень не люблю лабиринты. Я вот думаю, давайте... А, 32 минуты всего осталось. Ну, я думаю, тогда начнём мы с вами вот с этой как раз-таки локации, потому что 32 минуты до исчезновения лучше сначала залутать её, как по мне. Но для начала надо бы, да, забрать различные штуки. Чё тут горит, кстати? Горит, чё-то типа показано, чё-то типа можно купить. Ну, скорее всего, чё-то там за монеты, да, вот набор ядерной брони есть. И гранаты, и, в принципе, шляпа какая-то. Так, возьмём золото, покрутим пару раз наше колесо фортуны. На этот раз плюс 10 к урону. Окей, и ещё раз покрутим. Прокрутка номер 2. Урон плюс 10 опять. Ну, к сожалению, очков мне не выпало, ну да ладно. Заходим непосредственно на локацию. Здесь раз, два, три, четыре, пять должно быть точек интереса и магазин. Окей, будем иметь в виду, если чё. Посмотрим, чё у нас есть по луту на этой локе. Всё-таки 30 минут до конца локации. Надо быстрее залутывать её и идти на другие локации, потому что... Ну, она скоро исчезнет, грубо говоря. Как только я уйду с неё, она исчезнет. Погнали поначалу, допустим... Да, нам не без разницы, на самом деле, куда бежать, поэтому я пойду вот на радиоактивную... На свалку радиоактивных отходов, кстати. Можно потише сделать, а то громковато. Даже так, в принципе, громковато, ну ладно уж, пофигу. Попёрли. Бронированные зомби. Неприятная такая тема, знаете. Потому что на них много патронов уходит. Надо бы, кстати, патронов прикупить обычных для винтореза. Ой, для... не винтореза, а для винтовки нашей. Ну, чтобы было чем стрелять, если чё. Там собачка бегает. Ладно, потом с ней разберёмся. Давайте сначала залутаем, что поблизости есть. Так, бензыч, вода пойдёт. Чё ещё у нас здесь есть? Ну, конечно, тонна радиации. Багажник был, оказывается, с этой стороны, а не с другой. Сюда, сюда. Здесь у нас ещё кусок кожи. Ещё бензин. Чувствуем мы на одной локации. Уже забьём весь инвентарь. И придётся сразу идти в магазинчик. Да. Да, видите, очень много лута всякого разного валяется. Так, я надеюсь, здесь будет книжка. У меня большие предчувствия насчёт этого, да. Так, и есть книжка, есть. Так как всё-таки, несмотря даже на то, что 30 минут осталось на локации ещё дохренища лута. То есть, там 90 с чем-то процентов было. Именно поэтому здесь можно много чего налутать. Нормально так подняться по деньгам. Чем мы и занимаемся. Когда соберу достаточно обычных отмычек, буду их брать с собой вместо улучшенных отмычек. Пока что улучшенные использую, потому что два слота отмычек таскать с собой как-то напряжно. Зря лишний слот занимать. А один слот отмычек обычных ещё слишком малый. То есть, я могу не взломать сейф случайно. Так, я его не заметил сразу. Так же, давайте сейчас его добьём. Так, ну я всё вроде залутал или ещё нет? Или ещё что-то осталось у нас здесь? Давайте ещё немного радиации получим. Побегаем здесь немного. Да, видите, я ещё пропустил банку бобов. Угу. Тачку я вроде эту залутал, да? Мест раскопки я вокруг не вижу. Но вижу контейнер, который я опять же не заметил каким-то образом. Но он пустой, к сожалению, вообще пустой. Окей. Так, ну и контрольная пробежка вокруг Локи, чтобы уже точно убедиться в том, что я ничего не пропустил. Ага, зомби заспавнились, окей. Давайте мы их постреляем, а то они будут идти за нами всю игру. Даже если мы сейчас убежим куда-нибудь, они просто будут за нами постоянно тащиться. Из зомби вон кусок серебра выпал. Не зря было. Так, ну а теперь погнали, собственно, на торговую точку. Сбагрим наш лутик, который мы нашли, и пойдём в лабиринт. Хочу с ним побыстрее разобраться, потому что не люблю лабиринты. Хочу сразу закончить самой неинтересной локацией. А потом уже перейти на что-то более такое, лайтовое. Так, можно исчезнуть? Спасибо. Только сейчас прогрузился, видимо, прогрузилось то, что труп собаки исчез. Так, братан, чё охраняешь? Кусок металла и бензин. Ладно, давай домой, иди уже. Я избавлю тебя от страданий. Добиваем быстрого зомби, не люблю их тоже. Ещё контейнер у нас здесь есть. Это уже не влезет, мне кажется. А нет, ещё лезет, окей. Это хорошо. Так, ещё пара мест для лута у нас осталось. Это кулек и сундук, вот этот, который я открыл. Здесь патроны для дробовика. Окей. Ну, с этими зомбаками мне нет смысла воевать. Так что просто пойдём продадим вещи. Так, здравствуйте. Я пришёл продавать шмотки. С собой лута. А, у нас почти полностью заполнен рюкзак, но всё равно немножко осталось. Давайте также бензин продадим. Он нам не нужен. И книжка нам тоже, в принципе, не нужна. Её мы тоже сдадим. Остальное я пока, в принципе... Блин, я забыл в лагере посмотреть точку торговли. Там же должен был один заказ исчезнуть. Надо тогда побыстрее с этой локации заканчивать и возвращаться, чтобы задания точки торговли не исчезли. Хотя одно наверняка успеет исчезнуть и не успею уже подойти туда. То есть будет всего два контракта. Я уже слышу улучшенных больших зомби внутри. Как бы говорится, как без них? Дурацкая локация. Не люблю её. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Возможно, мы не все вещи залутаем в этой локации, потому что блуждать по лабиринту слишком долго я тоже не особо хочу. Да твою мать, долбаные ловушки! Здесь у нас тупики. Так что дорога, в принципе, одна или две всего. Давайте в эту сторону пойдём. Да, там ещё гроб вроде есть снаружи, если я не ошибаюсь. Я его даже вроде видел. Надо быть его тоже залутать. Здесь, к сожалению, книжки нету. Да, вон, видите, гроб валяется. Но потом оббежим вокруг, когда посмотрим. Так, пробегаем через ловушечку быстренько. Особо уворачиваться от этих зомби я не вижу особого смысла. Потому что, ну, они маленький урон наносят, будем честны. Здесь у нас жирные зомби. Ой, из него патроны выпали. Кстати, надо было патронов купить, я чё-то забыл. Так, здесь у нас есть контейнер рядом с камнем. Тут гранатки. А чё там было? Так, скелет. Дорога рядом с домом. А, нет, это не с домом, это камень просто, окей. Тут самое главное, это дойти до локации, где находится домик. Вот она, кстати. Я, по-моему, сейчас прямо на неё практически выйду. Давайте обезвредим эту штуку. А, нет, здесь тупик. Может быть, как-то здесь можно пройти? Есть шкафчик. Тут у нас водичка. Так, стоп, отсюда я пришёл, мне сюда не надо. Я просто мимо шкафа пробежал и не заметил его. Так. Здесь тупик, здесь я был. Да твою мать. Три раза попал на одну и ту же ловушку. Так, здесь должен быть где-то проход к дому уже, как я понимаю. Наверное, вот здесь он находится. Да, так и есть. Да твою мать, я одновременно и обезвредил ловушку и наступил на неё. Чё-то сегодня фейл за фейлом идёт. Так, ну основное место лута мы нашли. Хоть здесь в основном и не материалы на продажу, а только эти. Как она называется-то? Только бензин и вода. Но это тоже можно будет использовать для приготовления различных бензиновых смесей. Так, здесь я вроде был. Там тупик, здесь тупик вроде тоже, если я не ошибаюсь. А нет, здесь не совсем тупик. Как я задел ловушку и мимо неё прошёл? Так, сюда-сюда. Нет, это я вернулся назад, надо идти в другую сторону. Вполне возможно, что пути пересекаются. Лабиринта? Ну, скорее всего, так и есть просто. Поэтому можем с вами сейчас ещё пройти сюда. Интересно, это обычный зомбак или большой? Да, это большой зомбак, а то я думаю, что он не умер от взрыва бочки. Так, здесь у нас ничего нету. Но мы почти полностью взлутали локацию. Блин, я застреваю и не могу пройти. Так, окей. Как она меня заде... А, это капкан, я в капкан наступил, окей. Сразу за ловушкой ставить капкан. Супер идея, мазефака. Так, бутылочка воды. Чё у нас здесь есть? Книжка, может быть? Но это, к сожалению, это предисловие к стихотворению. Оно ничего не стоит практически. Его даже особого смысла брать нету. Но я возьму, чтобы просто было. Здесь у нас холодос есть. В холодосе аптека. Мне показался ли, меня кто-то здесь выстрелил? Я слышу, здесь есть ещё большой зомбак, но я его не вижу. Ага, вот они. Так, братан, подожди, я перезаряжусь. Мы с тобой продолжим наш разговор. В ногу ему выстрелил. Разберём здесь завал, чтобы было, если чё, отступить, пройти куда-нибудь. Как говорится, вот прям полностью лабиринт лутать я не хочу. Я возьму только, скорее всего, почти весь лабиринт. Может быть, там одна-две шмотки останется. Но это ничего страшного. Потому что запоминать лабиринт, чтобы залутать там одну-две шмотки, ну такое себе. Так, здесь я был, по-моему, или не был? Здесь тупики у нас всякие. Здесь я уже был. Здесь тоже тупик. Ладно, давайте, короче, это... Выходить из лабиринта. Надо только найти выход ещё, это не самая простая задача. Так. Наверное, где-то здесь есть выход. Ага, я помню. Я помню, где выход. То есть нам нужно идти сейчас... А, нет. Я, видимо, не помню, где выход. Ну ладно, пойдём к другому тогда выходу. До того просто далеко идти ещё. Как же больно, а? Тут где-то был ещё один выход. Вот буквально где-то здесь. Хм. О, я нашёл ещё один контейнер. Нормально. Но он пустой. Вот, всё, наконец-то выход. Давайте выйдем. А затем залутаем гроб, который тут мы где-то видели. Вон он валяется. В гробу у нас есть кусок серебра. Берём. Ну и желательно ещё периметр немножко пробежать. Уже удостовериться, что мы забрали всё, что было рядом с локацией. Куда ты побежала-то? Это взорвана ведь бочка, да, если я не ошибаюсь? Хе. Она кинулась на меня, но укусить не укусила. Хорошо. Давайте сразу в лагерь пойдём. У меня хоть и немного места осталось, но лучше, я думаю, сначала локацию всё-таки начать залутывать, а потом вернуться на неё да собрать лут. Потому что у меня сейчас среди кусков металла очень мало различных вещей. У меня в основном там вода, бензин и прочее в таком духе. Вот большие зомби пошли. Господи, какие вы косые, парни. Разряжаем сразу обоймы в них. Очень быстро уходят деньги, потому что локация скоро исчезает. Я особо не уворачиваюсь, потому что мне пофиг, у меня откилится здоровье со временем. Пока я буду бегать здесь, пока я буду бегать до магазина, оттуда-обратно. Так, с этими тоже разобрались. Так, теперь я хочу забрать вот этот вот маленький кулёчек. В нём патроны могут быть просто. Да. Улучшенные патроны для автомата какого-то. Также здесь у нас с вами бензич. Парни, сразу заубиваем. Смотрим, что у нас в мусорном контейнере. Есть кусок железа, который уже не лезет. И бутылка воды. Давайте посмотрим, почему у нас не лезет. Не лезет у нас, потому что здесь... Это... Ну, вы поняли. Неправильно растортированы вещи. Давайте мы разберёмся с зомбаком. Угу. Чё у нас тут лежит? Патроны. Берём. Патроны мы забираем. Я не помню, я группу залутал, который сзади был. Да, залутал. Так, дальше. Кулёк. Внутри ничего нету. Ну, а мы ещё обязательно сюда вернёмся, потому что, видите, здесь ещё лежит это... Еда. Так, этого тоже минусуем. У нас ещё три места есть с лутом. Так, ну это я уже не возьму. Мне надо от чего-то избавляться. Есть кусок серебра есть. Окей. Короче, сюда мы вернёмся с вами. Сейчас. Сначала пойдём в магазинчик, и у нас есть ещё... Один контейнер здесь. Да, здесь кусок кожи, за ним мы тоже вернёмся. Костёр у нас есть ещё находится где-то на Н. То есть ближе к Н всё-таки. Так, ну с собакой мне рамсов не надо сейчас. Всё равно даже из неё выпадет, если лутик, я не смогу его взять. Погнали, погнали. Лут заканчивается. Так, здорово, братан. Давайте я быстро сбагрю различный мусор. А, у меня уже, блин, некуда пихать лутик-то, по сути. Мало очень слотов осталось. Возможно, стоит что-то из этого продать. Ну, блин, неохота продавать. Возможно, может пригодиться в будущем. Можно ещё прикупить себе патронов обычных. Давайте я прикуплю на максимум. Чё у него тут есть? Блин, ракеты продают, а на самом деле в игре ни одной ракетницы. Так я и не встретил. Так, ну нам куда-то на Н, через лабиринт дальше двигаться. Там пара кусков ещё у нас займёт место. Ещё пара кусков на различные штуки, дрюки. Так, с этим парнем нам рамсить особо не стоит. Нам всё равно надо куда-то сюда идти, по большей части. Так, вот мы и здесь, собственно. Давайте мы возьмём лутик. Во-первых, это консервы, обязательно. Потом в машине вроде чё-то валялось. Да, бензыч валялся. Ещё у нас был кусок серебра здесь. И ещё был у нас этот. Как он называется-то? Я, кстати, вижу последние две локации. Кусок кожи. Отлично. Ну и теперь нам надо идти куда-то ближе на Е для следующих локаций. От магазина. Но сначала в магазин, потому что лута у нас... Ой, места у нас очень мало. Возможно, стоит что-то продать, кстати. Чтобы побольше места было. Так-так-так. Блин, большая локация, далеко бежать приходится. Так, сразу продаём лутецкий. Возможно, реально что-то стоит из этого продать. Но, блин, я жадный, мне неохота. Поэтому я так пойду. Окей. Ну, нам ближе где-то к Е надо идти. То есть где-то минус между Н и Е. Но у нас последние две локи находятся. Даже ближе к Е, я думаю. Потому что на Н, ближе к Н, всё-таки находится этот... Как он называется-то? Ну, другая локация, короче. Давайте сначала радиоактивный сарай вот этот залутаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что крит нормальный сейчас прошёл. Ага, это радиоактивного я попал. Неприятно. Сейчас, короче, нам придётся тону радиоактивных зомби зачистить. Попадать бы ещё. Начал жарить вот меня, подходя ко мне. Так, чё у нас тут есть? Здесь пусто. Окей. Блин, а есть тут какие-нибудь бочки? Либо типа того. Но я не вижу бочек. Придётся, видимо, вручную всех убивать. Так, минус один есть. Минус два. Обычных зомби тоже достреливаем. Здесь я видел ещё где-то радиоактивный зомби ходил. Да, так и есть. Даже не один, тут их несколько, по-моему, было. Да, вот ещё один. Так, от одного избавились. Мне бы как-то, знаете, прокачать что-то для увеличения меткости. То есть, чтобы у нас прицел был более маленький. И он стрелял в нужную мне точку. Так, водичку здесь нашли. Здесь у нас ничего нету. Собаку убиваем. Пара зомби чё-то тут трутся ещё. Рядом с ангаром. Так, есть быстрый зомби. Он меня не интересует. Рядом с ним всё равно никакой особой локации с лутом нету. А вот и тачка. В ней могут быть куски металла. Отмычки. Окей. Вижу, тут ещё валяется этот ящик. О, первый кусок металла. Зашибись. Так, бензыч тоже берём. Ещё потрошки. Здесь у нас чё? А, кусок серебра у меня уже не влезет. Влезет от слова совсем. И даже выкидывать-то особо нечего. То есть, весь лут, в принципе, мне нужен. Но патроны для дробовика неохота выкидывать. Для автомата тоже, как бы, особо. Ой, видимо, придётся возвращаться ещё сюда. Надо запомнить, что здесь кусок серебра лежит. Серебро это важный ресурс. Его надо собрать по-любому. Но сталь тоже неохота выкидывать. Здесь у нас ещё бензин. И здесь кусок серебра. И здесь ещё патроны, да ещё бензин. Надо, видимо, всё-таки чё-то продать. Не знаю, может, аптечку, ещё чё-нибудь. Потому что надо всё-таки освободить место для лута. Хотя бы два слота, чтобы я мог забрать нужные мне вещи. Ну, то есть серебро. Серебро продать надо. Это прямо такая, знаете, достаточно прерогативная для нас задача. Так, за мной не увязалась эта тварь? Нет, вроде бы, окей. А лучше ещё больше слотов освободить, конечно, чем четыре. Давайте продадим один кусок металла. Дальше я бы продал... Блин, хотя аптека тоже понадобится, может, с другой стороны. Надо продать чё-то то, что вот прямо точно не нужно. Скорее всего, это патроны будут. Для... Давайте вот эти патроны продадим. И продадим ещё обычные патроны для дробовика. Улучшенные оставим. Ещё бы хотелось продать чё-нибудь... Чё-нибудь ещё хотелось бы продать. Наверное, водичку. Мне столько воды не надо. Поэтому давайте мы от парочки воды откажемся. Потому что у меня вроде на базе там была вода. Остальное пока что оставим. Так, окей. Набежим обратно забирать наш лут. Куда-то на иенам примерно надо двигать. И, наверное, после того, как я заберу лут с Е, то есть радиоактивного этого здания, я пойду ещё, получается, сразу на военную там базу или чё там находится. И посмотрим, чё там за лут. Чтобы знать, иметь нам смысл туда возвращаться. Ну, имеет ли смысл нам туда возвращаться или нет. Так, здесь возьмём бензыч. Также нам надо забрать ещё металл. Кусок серебра здесь. А, здесь не кусок серебра, здесь бензин. Так, а где у нас ещё кусок серебра-то был? Я не помню. У нас вроде два куска серебра было, разве нет? В ангаре-то. Ой, я, кстати, чуть не заметил вот эту штуку. Чуть не пропустил. Так, здесь ещё бензин и ещё вода. Ага, уже не лезет. А где ещё был кусок серебра, я так думаю? Блин, тут ещё и шкаф. Нифига себе, сколько лута пропустил. Нифига себе, сколько тут всего. Это всё надо собирать, по сути. А ещё тут должен быть ещё один кусок серебра. Куда он делся? Вполне возможно, я его оставил где-то снаружи. Да, вот он. Вот этот кусок серебра, в принципе. Как бы мне его, блин, дотащить-то вообще? Ладно, давайте захаваю эту штуку. И ещё, наверное, надо что-то ещё одно выкинуть. Ну, давайте воду. И ладно, я так уж и быть использую ещё водичку. Чтоб просто у меня была возможность утащить сейчас ещё один кусок серебра. По сути, вот эти вот все пробежки, они неоправданные. Мы тратим на них кучу времени. По сути, надо бы вообще сваливать с локации. Но я хочу забрать ещё побольше лута. Так-с, перезаряжаемся. Заодно, зато реген действует. То есть нас хилит постоянно. Причём очень быстро хилит по 0.2 чуть ли не каждую секунду. У нас очень быстро восстанавливается здоровье таким образом. Так, братан, давай сразу тебе продаю два куска. Неплохо по золоту. Уже хватает бабок для того, чтобы... Или там 26 тысяч надо? Вроде бы нет. Вроде бы там надо 20... Блин, сейчас ещё туда бежать. Потом опять обратно бежать. Потом снова бежать туда, на следующую локацию. Возможно, опять обратно придётся бежать. Капец. Здесь у нас кусок металла и кусок кожи. Плюс бензин. Так что возвращаться придётся ради бензина в любом случае. Давайте сразу возьмём пару кусков. И побежали обратно. Чисто 4 слота всего у нас. Свободных с вами. Поэтому придётся немножко побегать. Потом вернёмся. Возьмём бензыч и пойдём на новую локацию. Дальше уже будем решать, будем ли мы бегать ещё туда-сюда. Или нам этого хватит. То есть смотря какой там лут будет. Если там будет, конечно, золото, то я обязательно буду бегать. Да и ради серебра, наверное, тоже стоит побегать. А вот ради какого-нибудь, я не знаю, там, кожи или железа, я думаю, бегать и тратить время зря не стоит. Но всё равно дешёвое. Хоть это и деньги, но всё равно. Давайте продаём куски. Потому что последняя локация находится дальше, чем все остальные от нас. Бежим куда-нибудь на Е. Пока водички попью. Обычная вода. Ладно, нам нужно бензыч забрать. У меня есть, по-моему, небольшие запасы воды на базе. Поэтому я особо воду не собираю. А в основном её продаю либо использую. Потому что у меня, в принципе, воды... Есть запасы на базе, как я и говорил. Так что мне её хватит в любом случае. Хотя, если там будет какой-нибудь контракт на... Так, и надо взять бензин. Если будет какой-нибудь контракт на воду, это будет очень печально. Потому что мне тогда не хватит на бензин. Так, в принципе, у нас есть с вами ещё три слота. Поэтому можно начать лутать военную базу. Причём, по-хорошему, надо бы сначала залутать у военной базы радиоактивную область. То есть, подвал. Он, по-моему, в противоположной стороне находится. Ну, просто, чтобы потом радиацию не хавать и не бежать в подвал, когда у нас места вообще не будет. Чтоб просто нахватать кучу радиации такой себе. Так, первым делом взламываем замочки. Да как я не попал-то, а? Три раза вроде попал, и три раза не попал по итогу. Ну, последний раз я видел, что я промазал, но вот... Первые-то два. Я точно сейчас в центре нажал на взломать. Точно в центре было. Какого чёрта мне сказали, что типа я промазал? Здесь, видимо, надо с каким-то упреждением нажимать. Да твою мать, ну почти же! Кучу урона понахватал сейчас, конечно, зазря. Отлично! Еле-еле. Но душа в теле. Давайте антирадина сразу примем. Бензина вообще просто море, конечно. Так, антирад вот у нас. Давайте одну из штучек используем и зайдём полутаться. Так, собственно, что у нас здесь есть? Первый контейнер. Сразу же уже забивается у нас полностью инвентарь. Ну, мы собираем вещи. Это кусок железа. Если что, его можно будет выкинуть, если тут что-то ещё более полезное валяется. Патроны для ружья уже не лезут. Ну и ладно, пусть здесь остаются. Что у нас тут? Пустота. Так, а здесь? Фасоль. Мне, в принципе, это всё не надо. Ни фасоль, ни... Хотя, подождите. Я могу же сделать сейчас вот так. Использовать. Затем взять эту фасоль. Заодно подхилимся немножко. Ладно, всё, пофиг на... Подвал. Не буду ради патронов уже возвращаться. Бензин. Знаете, я, наверное, всё-таки продам нафиг... Ой, не продам, а выкину этот... В мусорку. Кусок железа, потому что бензин мне сейчас прерогативнее. Подождите, это кусок золота? Стоп, 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 подождите-ка. Эх, чё бы выкинуть? Наверное, вот эти вот патроны я выкину. Улучшенные, да. И возьму кусок золота. Его продавать надо по-любому. Здесь у нас пусто. Ещё бензин. Окей, будем иметь в виду. Здесь у нас чё? Здесь пусто. Здесь у нас чё лежит? Патроны обычные. Их мы можем взять. А, ещё есть один контейнер. Ну, давайте ещё один возьмём. Здесь пусто. Ещё, по-моему, есть лутик вот в этом шкафчике. Водичка. Окей. Ну, короче, план ясен мне. Примерный. Смотрите, чё мы сейчас делаем. Где у нас этот магазин? Он находится в противоположной стороне. Окей. Блин, задел респаун зомбаков. Ещё не перезарядился вовремя. Блин, тут ещё один заспавнился. Не заметил его сразу. Так, в общем, бензин и вода. И это всё, как бы. Возможно, есть ещё вокруг этой локации какие-нибудь, знаете, ящики. Но мне тупо уже на них места не хватит. Я и так забью сейчас, по сути, инвентарь обычными вещами, которые я не продаю обычно, а везу на базу. То есть мы сейчас продадим буквально кусок металла. Один. Золото. Всё-таки оно дорогое достаточно. Самый редкий ресурс, по сути, на продажу. И вернёмся за бензином и водой. Будем сваливать из этой локации. Очень долго мы и так здесь задержались. Надо уже уходить отсюда. Это жажда наживы. Она меня погубит. Блин, как же далеко всё-таки лагерь находится. Целую вечность бежать до него приходится. Зато мы неплохо так по деньгам поднялись, да? Короче, скидываем наше золотишко сразу. Ебой. И двигаем, короче, забирать последний лут и будем сваливать с локации. Чисто бензин в воду возьму. И пойду на базу. Там уже посмотрим сначала по контрактам, чё есть. А потом уже начнём делать бензин на оставшиеся предметы. Главное, надеюсь, что не будет особо контрактов с большим количеством воды. Потому что по воде у меня всё скудно. Достаточно. Далеко, далеко, конечно, база находится от магазина. Самая дальняя точка. Надо было, по сути, с неё начинать лутать, чтобы так много не бегать. Но кто же знал, что она здесь находится? Её по ходу следования обнаружил. Уже. Так, водичка и бензин нам нужны. Так, бензин был, по-моему, вот в этом контейнере, если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Но вода точно была вот здесь. Это как бы сто процентов. Поэтому воду берём здесь. А бензин, наверное, был всё-таки в... Каком-то из домиков, наверное. Или где-то рядом. Так, здесь нету. Нет, не здесь. Может быть, в контейнере каком-то он был. Ну, в смысле, не в большом контейнере, а в маленьком деревянном. Я помню, здесь где-то деревянный контейнер стоял. Вот он. Возможно, здесь был бензин. Да, так и есть. Берём остатки бензина, ну и всё. В принципе, у нас полностью забитый инвентарь. Куча лута, куча бензина. Можно возвращаться на базу. С этой локацией мы закончили. В принципе, практически всё собрали. Немножко там и осталось. Здесь у нас ещё бензич есть дополнительный. Если что, мы его используем. Ну, а пока возвращаемся в лагерь. Ставим на грейд нашу основную базу. По-моему, у нас она требует то ли 24, то ли 25 тысяч. Надеюсь, не 26. Так, заходим сюда. Ставим, да, 25 тысяч требует. Почти все деньги уходят у нас на грейд. И дальше идём в торговую точку. Смотреть, что там за контракты есть. Хотя, смотрите, 3 контракта всё ещё. Здесь нужно 2 обычные канистры бензина. И 4 этого, воды. Здесь нужно 6 воды и 4 бензина. Ну, давайте это сразу продадим. Блин, а у меня воды-то уже сейчас и нету. И 2 пайка надо. А пайков у меня тоже вроде бы нету. Блин. Вода есть, но её недостаточно много. Блин, и куда мне это всё выкладывать теперь? Вот я говорил, слишком много воды у меня есть. Я в итоге контракт выполнил на воду. И вода у меня исчезла. И там ещё есть контракты на воду. Так, я предлагаю сделать здесь пару обычных канистр. И пока что больше у меня нету. Остался только вопрос, куда это всё мне выложить. Аптечка. Дальше патроны различные. Вот такие, такие, такие. Блин, у меня уже всё-то и не влезет сюда. Надо будет от чего-то отказываться. У меня куча вот этих вот консервов. И они нету заданий на них. Поэтому, по сути, можно их все продать. Так, гранату можно выложить. Ещё два бензина надо на чё-нибудь заменить. Давайте ещё пару консерв. Сейчас мне, наоборот, нужна вода в большом количестве. Погнали ещё проверим, чё там за контракты. У нас, по-моему, на одной из торговых точек был контракт на... Этот. На... Вот. Четыре воды и две канистры бензина. Блин, а они, подождите, они не улучшены или случайно, вот эти канистры? Я не могу посмотреть, они какие-то... Я, по-моему, не те канистры просто сделал, вроде бы. Я поставил не те канистры на производство. Да, да, я поставил не те канистры на производство. И отменить я не могу выбор, к сожалению. Ой, проблемы. Ладно, тогда я завалил этот контракт, получается. Ещё и сделал бесполезные канистры, потратил воду зря. Мог бы больше места освободить. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Давайте мы пару тушёнок захаваем, а остальное продадим где-нибудь. Так, у нас есть огромная локация здесь. Есть одна маленькая здесь. Так, ну, по большим локациям я, наверное, уже шастать не буду. Тем более, тут лабиринт, тут самолёт, тут свалка. Тут опять военная база, короче, такое себе. Я лучше побегаю пока что по более маленьким локациям. И заодно вот зайду в локацию с домиком. С новой более-менее локацией. Давно я уже на ней не был, на самом деле. По-моему, в предыдущей серии я так её не посетил. И даже, по-моему, позав предыдущей тоже. То есть, хотелось бы ещё полутать эту локацию. Так, окей, ладно, пусть там разбираются. Мне, в принципе, встревать их. Конфликты не надо. Специально уж. Пусто. Зомби, конечно, хоть и маленькая локация, но зомби очень много. Особенно улучшенных всяких. О, книжка. Нормально. Ничего нету. Здоровье уже на максимуме, потому что консервы использовали. Привет. Чувак, мне пофигу на твой урон. Скажу честно, как есть. Нифига себе их тут сколько! Просто капец. Я тебе сразу тогда заберу, что здесь есть, если здесь что-то есть. А здесь ничего нету ещё. Обидно. Нифига себе, сколько здесь зомбаков! Это просто капец какой-то. Первый раз вижу такое большое количество зомби на такое маленькое место. Так, хорошо. Ой, а ты как меня заметил вообще, братан? Из-за того, что, видимо, две локации граничат, здесь зомби в два раза больше. О, ты припёрся всё-таки. Я в тебя попал случайно там. Да, прости, братан. Блин, ну, просто какое-то ненормальное количество зомби, честно говоря. Вообще, просто море целое. Чувак даже не успел выстрелить в меня. Там ещё вон один улучшенный зомби есть. Блин, опять нифига нету. Зомби дофига, а лута нифига, как говорится. Очень много больших зомби. Казалось бы, для достаточно такой, но локации, в которой не особо много лута бывает. Локация сама по себе красивая, прикольная, то есть озеро, все дела. Но в ней мало лута. Очень мало. Ну, хоть что-то. Хотя мне этот бензин не нужен так сильно, как вода сейчас. Водичку будем прямо вообще прерогативно собирать. То есть, чем больше воды, тем лучше. Здесь у нас есть контейнер с мусором. Здесь кусок кожи валяется. Ну, хоть что-то. Там внутри, конечно, ещё ходит куча народа. Казалось бы, сарай сараем, а внутри только старая бочка. Сейчас, погодите, я сбегаю вокруг озера посмотреть, просто есть ли на другой ещё стороне локации какое-нибудь строение, либо ящик. Но вроде нету. На твою мать! Затрахал. Минус один. Готов. Так, ну и осталось, в принципе, ещё две точки у нас здесь. Одна это вот здесь. Можно выловить сундук, если повезёт. Он не всегда вылавливается, но вот в этот раз повезло. Так, собственно, и здесь ничего нету. То есть, везение уровень бог, как говорится. Так, давай сюда, полезли. Интересно, я не буду спавниться на втором этаже? Ну, пока что не слышу их. Так, здесь пусто. Здесь патроны. Вода! Боже, спасительная влага! Давай сюда. Так. Холодоси, пожалуйста, ещё водички. Спасибо. Отлично. Так, ну и второй этаж ещё остался. Здесь у нас нифига себе лута, кстати. Нормально так. Так. Здесь что у нас есть? Книжку давай мне. Отлично. Красота. Так. Ну, в принципе, в этот раз нормально с лутом. Тут ещё два ящика стоят. Нифига себе. Так, давай бензыч. И ещё бензыч. Удивительно, что всё влезло. Я бы прежде, чем идти на вторую локацию, всё-таки бы продал вещи. Сходил бы в магазин. Кстати, локация вроде бы маленькая, но магазин находится в такой отдалённости от основных локаций. Несмотря на то, что они, по сути, сгруппированы очень близко. Домой, парень. Так, что у нас здесь? Пусто. Ну, кто бы сомневался. Патроны. Пойдёт. Охранники этого ящика. Да что ж такое-то, а? У нас ещё контейнер, правда, есть вот этот вот. Да вы издеваетесь! Это просто какое-то издевательство реальное. Просто нифига нету просто. И всё. Так, ладно. Ну, хотя бы... Хотя бы так. Ну, нормально пойдёт. В принципе, доволен я. Да, нормально. Ладно, золото компенсировало то, что в других ящиках ничего не было. Так, и время продать шмотки. Я, в принципе, мог ещё там полутать. Да. Потому что... Так, ну, огнестрельное оружие мне уже вроде не нужно. Именно первого уровня. И книжку по оказанию первой помощи мне тоже, в принципе, не надо. Дальше. Я вот думаю, продавать мне консервы или не продавать. Я, наверное, всё-таки продам, потому что мне нужно как-то освобождать место на базе. Если я сейчас достаточно воды не добуду, я не смогу скрафтить несколько канистр, освободить это место. Так что лучше бы заранее так сделать всё. Ну и погнали, собственно, на последнюю часть локации. Это у нас ангар. Ангары, точнее. Здесь куча точек респавна зомби. Поэтому сейчас будем пробегать, они уже полезут из всех щелей. Вот сзади. Я уже уверен, что сзади меня прессует парочка зомбаков. Хотя вроде нет. Вроде ещё не задел точку респавна. Но вот здесь точно она есть. То есть, когда ты подходишь к машине, вроде они начинают лезть отовсюду. Блин, случайно в собаку попал. Нифига себе, я на машину как-то запрыгнул. Видели эту тему? Это же нельзя сделать. Сейчас бы сзади, если бы было хорошо, чтобы никто не поджал. А смотрите, они собирались, они собирались поджать меня сзади. Хорошо, что я вовремя обернулся. Так, ну с теми мне нет смысла сейчас бороться. Мне бы просто... Откуда ты взялась вообще, собака? Я тебя даже близко не видел. Где-то здесь бочка должна быть, по-моему. Разве нет? Ладно, пофиг. Нету, так нету. Так, активируем точку респавна зомбаков. Затем отходим, потому что они ещё и снаружи пойдут. Видите, о чём я и говорил? Ещё все улучшенные, блин. Их полтора часа ещё стрелять сейчас. Но не улучшенные, а как это сказать? Крепкие. То есть в бронежилетах полицейские зэки. Это самые броневитые среди зомбаков, не считая больших зомби. И боссов. Но черви ещё достаточно бронявые, медведи. И крысы тоже бронявые. Так, меня сзади кто-то цапнул. Ах ты, тварь! Как вы надоели. Вот не убил тебя тогда? Я сейчас не завершу подобную ошибку ещё раз. Я убью и тебя, парень. Чтобы ты меня сзади не цапнул. Готов. Блин, ещё одна собака. Ладно, пофиг на неё. Я не попал? Нет, не попал. Хорошо. Активируем ещё один респавн зомбаков. Но здесь уже не улучшенные пойдут, а обычные зомби. Вот и всё. Так, ну и залутываем, собственно, ангары. Теперь они более-менее чисты. Возможно, ещё, конечно, какой-нибудь контейнер сломается, и они оттуда вылезать начнут. Да, вот о чём я и говорил. Но это уже не страшно. Здесь, в принципе, слабые зомби. Мне даже не придётся выходить из ангара, чтобы расправиться с ними. Ещё бензин. Мне бы воды. Мне бы побольше воды, чуваки. Бензин, это, конечно, хорошо, но водичка более прерогативна для меня сейчас. Чем бензин. Как? Как она меня нашла здесь, во-первых? Во-вторых, откуда она взялась прямо рядом с базой? Вот ещё рядом с ангаром? Это вообще непонятно. Что за собаки какие-то? Сегодня какой-то день каких-то собак, которые кусают тебя с зад, по сути. Блин, вот здесь же всегда стояла... Ладно. Обычно здесь просто бочка всегда стояла рядом с этой машиной. Сейчас я её никак найти не могу. Возможно, она просто не зареспавнилась из-за того, что локация маленькая, и рядом зареспавнилась другая локация. Так, глюкнувшая машина, которую надо будет открыть сейчас. Смотрите, прикол. Нажимаем открыть. Опа, она открывается. Только в ней всё равно лута нету, ясно. Так, что у нас здесь есть? Кусок кожи. Такое себе. Чё, всё, что ли? Походу, да. Но ещё рядом с ангаром каким-нибудь, может быть, это... Да откуда они берутся? Просто из ниоткуда. Не было никого здесь. Подошёл и сразу появился зомби. Тут должен быть ещё мусорный контейнер, просто рядом с этими штуками. Который тоже мог не зареспавниться из-за того, что рядом зареспавнилась другая локация. И, по-моему, так оно и есть. Обычно он бывает либо между этими ангарами, либо рядом с одним каким-то. С внешней стороны. Если его сейчас здесь не будет... А его здесь не будет? Да, он не заспавнился. Окей. Тогда на этом всё. Надо сейчас двигать торговцу, продавать ему последние шмотки и валить с локации. Больше тут нечего делать. Сейчас я на всякий случай посмотрю, чтобы никаких контейнеров здесь не было лишних. Вроде ничего нету. Ладно, всё, двигаем, короче, на торговую точку. Конечно, попутно успеваем собирать всю радиацию. Локация пишет, что здесь ещё 1800 лута, но чё-то я сомневаюсь в этом, чуваки. Так. Погреваем торговцу пару кусков металла. Всего на 200 монет вышло, достаточно дёшевая. В продаже у него ничего такого особенного интересного я не вижу. В принципе, один хлам. И... А, подожди, подожди. Чё у меня по патронам для автомата? 9000. Нормально пока что по патронам для автомата. Давайте мы вернёмся в центр. Сделаем себе парочку этих... Как они называются-то? Парочку канистр бензина больших. И дальше пойдём, наверное, на ещё одну какую-нибудь локацию, типа того. Сейчас сразу куча места освободится у нас. Благодаря двум большим бензиноканистрам. Изготовить, изготовить. Это забираем. Да, я понимаю, что мне там по контракту нужен бензин, но я не уверен, что я успею это сделать. Вот сразу как много места стало. Так, нет, стоп. Зачем я выкинул обычные свои патроны? Это тот ещё вопрос. Вот улучшенные можно скинуть. Маленькую канистру с бензином? Ну, наверное, я продам. Можно даже и большую продать, в принципе. Да, я, наверное, две вот эти продам. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше мы будем двигать с вами... Сюда мне как-то, ну, неохота идти. Можно сюда зайти. В принципе, достаточно неплохая локация. Мне она нравится. Давайте сначала посмотрим рекламку всё-таки. Я посмотрю, что там ещё за одна локация появится, а потом будем решать, куда пойдём. Локации, конечно, просто дофига. Огромная локация... Ой, огромная зомби-контаминация, маленькая радиация. Есть средний размер локации. Есть лабиринт, дом и костёр. Хм, интересно. Давайте отсеим варианты. Вот это точно не вариант. Это большая локация. Да, на ней 59% лута. Но здесь есть лабиринт и куча мне ненравящихся локаций. Здесь мы уже были. Здесь нету магазина и здесь нету магазина. То есть у нас выбор либо идти сюда, где 65% лута, либо сюда. Но так как эта локация новая, она появилась только что, я думаю, стоит сюда зайти. Даже несмотря на то, что здесь есть лабиринт, который мне не нравится, но здесь зато будет очень много лута. И, наверное, я именно поэтому зайду именно на эту локацию. Именно по этой причине. Здесь я смогу, по крайней мере, точно поднять дофига лута. Здесь у нас три локации или сколько? Я что-то уже забыл. Три локации и, как бы, три точки интереса и магазин. Четвёртое. Зомби много. Так, ну так как у нас лагерь ближайший, наверное, мы сходим сначала в него. Так, с одним бегуном разобрались. Давайте второго оприходуем. Готов. Разве большие зомби спаунились в лагере? Вроде да. Куда мой фпс пропал, я не понял. Там ещё сзади кто-то стреляет, что ли? Да господи, задолбали. Со всех сторон просто жмут засранцы. О, кусок серебра с зомбака выпал. Со второго ещё патронов выпало. Нормально. Ещё какие-то зомби зареспаунились. А, не, не зареспаунились, они просто шли на меня. Граната. Жалко, не вода. Так, кусок кожи пойдёт. Зомбей, конечно, дофигища. Я надеюсь, что и лута будет так же дофигища. Господи. Сегодня прям какое-то обилие зомби у нас в локациях. На первой ещё более-менее было. Откуда-то ещё один... Зомби... Улучшенный заспаунился. У меня, правда, фпс что-то проседает здесь, на этой локации. Как-то неприятно. Не знаю, аж почему. Почему? Так, забираем лутецкий. Ещё кусок кожи. Прям металла дофига. И вот и водичка есть. Нормально. Есть ещё что-нибудь? Ещё вода есть, зашибись. Отлично. То, что нужно. То, что доктор прописал. Давай ещё, удиви меня, ещё воды. Нет, патроны. Но в таких штуках не бывает воды. Это я, конечно, слишком многого захотел уже. Ещё зомби откуда-то взялся. Так, бензыч. Кусок металла. Пока лезет. Гранаты. Бери. Господи, никак не могу навестись. Надеюсь, в мусорке тоже будет вода. Хотя у меня уже, наверное, даже будет мало бензина. Да, в мусорке есть вода. И есть кусок кожи ещё один. У меня аж от количества зомби, наверное, подвисает. Немного игра. Это не очень заметно для меня. Но для вас, может быть, возможно, вы увидите, что частота кадров немножко просела. Как только я зашёл на эту локацию. Вот что ты сюда припёрся? Вот бегал бы там себе где-нибудь. Надо было, блин, идти сюда, да? Раз, два, три. Забираем кулёк. Патроны. В гробе что у нас? В гробу. Кусок железа. Если влезет, нормально будет. Да, зашибись в лес. Это ещё не всё. Тут ещё есть какие-то точки для лута. Допустим, вот контейнер. Патроны. Гроб ещё лежит. Можно его взять. Погнали это. Сходим в магазин. Так, нет. Сюда мы пока не пойдём. Зомби просто охренеть какое количество на квадратный метр. Так, здесь у нас, чё, патрошки опять же. Хм. Машина, вижу, стоит. Но это уже к другой локации относится, не к этой. Кожа. Ещё бензыч. Ну, здорово. Выбежала через дверь. Улучшенные патроны для винтаря. И ещё бензин. Так, хорошо. Минус два. Так, и тут ещё должно быть пара контейнеров, по-моему, если не ошибаюсь. Да, вон кулек и контейнер. Так, надеюсь, влезет. Нет, не влезет уже. Переместил один фрагмент и, в принципе, влезает уже. Отлично. Сейчас бы, если чё-то в кульке будет, тоже влезло бы. Ага, уже не влезает. Ну, ладно. Тогда давайте сначала сбагрим, потом возьмём эти патроны. Здорово, братан. Держи сразу тебе весь мусор. Держи бензин. Остальное я пока себе оставлю. Ты уж не серчай. Пойдёмте заберём патроны. И сколько? Улучшенные причём патроны. 50 штук, неплохо так. Кстати, когда обычные попадаются, их попадается чаще меньше, чем нужное мне количество. Так, и нам надо куда-то пойти сначала... Блин, случайно в него выстрелил. Чё ж вы постоянно на пути-то стоите, а? Мне хотелось бы сначала залутать лабиринт. Пока у нас есть место просто в инвентаре, а то будет не очень прикольно, если у нас уже не будет из-за вещей места в инвентаре. Мы будем ходить, короче, в лабиринте с вами, постоянно возвращаться в лабиринт, искать каждый раз долбанную локацию, не особо охота. Так что первым делом бы лучше залутать лабиринт, а потом всё остальное. А, вот где у меня фпс-то проседает, именно в самом лабиринте. Видимо, он там чё-то... Заспавнилось там то ли много зомбаков внутри, то ли ещё чё, то ли ловушек много. Так, видите, как сильно фпс проседает, именно в лабиринте. И в какой-либо другой локации, именно в лабиринте. Ну чё, сейчас мы тут половину разграбим, должно полегче стать. Да, зомбаков тут, конечно, мама, не горюй. А вот полу тут чё-то совсем как-то скудновастенькое. Так, книжку. Мне книжку, пожалуйста. Да не такую книжку, я другую имел в виду. Я имел в виду книжку, которую я мог бы по-нормальному продать, а не за две копейки. Так, подождите, там был этот, сундук. Ящик, точнее. Бобы, бензин. Это он меня, что ли, пытался через стену укусить? Так, чё у нас здесь? Ох, какой щедрый лут. Здесь тупичок. Здесь у нас просто камень стоит. С бочкой. Неактивная. Вот, смотрите, немножко проредело, уже фпс стало чуть побольше. Но всё ещё немножко подлагивает, конечно. Скелет какой-то. Так, там я был. Отсюда я пришёл. Не дают спокойно пройти через ловушки. Зомби лагают так, прикольно. Так. Да твою мать, когда ты успел? Такой быстрый. Так. А, здесь я был, я здесь пробегал. Я просто свернул не сюда, а в другое немного место. Ага, здесь тупички. Окей. Так. Просто на лабиринт очень много времени уходит. По лутанию. И постоянно приходится блуждать и искать проходы к дому в нём. Наверняка он генерируется по какой-то функции, которую можно запомнить, но... Как бы... Не за... Несколько раз. Надо прямо изучить лабиринт, чтобы понять его. Это я зомби, что ли? Сейчас убил чисто бомбочкой. Я имею в виду большого. Видимо, да. Так. Вот, собственно, основные локации здесь. Здесь больше всего лута должно быть. Пензыч, кожа. Сейчас ещё сзади зомби меня прижмёт. Еда, вода. Остатки бензина. Он может меня достать, если чё, через окно. Он может и сквозь стену меня достать. Здесь зомби такие. Они могут и сквозь стену тебя бить. Если ты слишком близко к ней находишься. Так. Но здесь тупик вроде. Можно ещё сюда куда-нибудь сходить. Посмотреть, чё здесь. Ну, я вышел опять же туда, где я был. Мусорный контейнер. Паёк есть. Зашибись. Пайки тоже, по сути, надо собирать. Потому что в них могут быть эти. Не в них, а на них могут быть задания. У нас даже, по-моему, одно есть на два пайка. У меня, по-моему, один был ещё на базе. Может быть, я успею его выполнить. Но я думаю, я уже по времени не успеваю дойти до него. Ну, то есть, выполнить задание по времени не успеваю. Плюс там наверняка не только паёк нужен, но ещё и какая-нибудь шляпа. Книжка. Ах, нога затекла. Так, что ещё здесь есть? Патроны улучшенные. Наступил на ловушку, но вообще пофигу, как бы. Вот тебе тупик с капканом, чувак. Можешь попасть в капкан в тупике. Отличное место. Здесь капкан был, да, если я не ошибаюсь? Да. А эта дорога, скорее всего, ведёт нас обратно, да? То есть, нам нужно, по сути, сейчас ещё вот сюда пройти. И это, вроде бы, последняя часть лабиринта у нас осталась. Здесь, скорее всего, тупичок будет? Нет? Долбаные лабиринты. Ладно, тогда вернёмся. Может быть, там был тупик? Хотя, я тоже не думаю. Там, скорее всего, выход на поверхность. Вот здесь. Ну, не на поверхность, но вы поняли, да? Блин, даже глаз почесать нельзя, ну серьёзно. Так, здесь у нас ничего нету. Но, скорее всего, вот этот проход и тот проход, они просто соединяются друг с другом. Здесь просто тупик, ничего интересного. Здесь тоже тупик. Вот это проход, по-моему, который соединялся с этим проходом. Ладно, короче, им не лень дальше там лутать. Но, скорее всего, я почти всё или всё забрал в этом лабиринте. Можно ещё вокруг пробежаться. Может быть, ещё один какой-то гроб найдём, помимо вот этого. Но я сомневаюсь. Обычно только один гроб валяется рядом. Но я на всякий случай всё-таки проверю. Не, вроде ничего здесь больше нету. Погнали тогда сбагрим вещи, которые мы нашли с вами торговцу. И будем отдвигаться на последнюю локацию. Это маленький домик. Ну или не очень маленький. Но домик. Вот он, кстати, стоит. Его не видно пока из-за тумана, но он совсем рядом. То есть, если я вот так вот даже пробегусь сюда, вот вы его увидите. Так, но пока что мне надо к торговцу зайти. Продать ему всякий мусор, который я собрал. Чтобы пойти уже на новую локу с более-менее чистым инвентарём. Так, здорово, братан. Тебе сразу мусор. Держи предисловие. Держи книжку скаутов. Остальное я, в принципе, оставлю. Место у меня есть. Более-менее нормально количество места. И мы отправляемся с вами на финальную локацию. Финальную точку интереса в этой локации. Здесь тачка вроде где-то стояла, если не ошибаюсь. А я могу. Вода. То, что надо. Это мне прям нужно сейчас. Да, вот тачка стоит. Я её сразу не заметил. Кусок железа. Пойдёт. Сзади, наверное, уже целая толпа идёт на меня. Да. Как я и думал. Эта барышня, видимо, увязалась со мной, пока я бежал к лагерю. Ну, к торговцу. Она, видимо, меня случайно заметила и решила прикопаться. А ты откуда взялся, братан? Так, с этими ложками разобрались и погнали, собственно, бандитов мочить. Сразу на тебе сходу с гранатомёта привет. Ясно, понятно. Я вижу, у вас здесь всё серьёзно. Ты мне бы места бы хватило, было бы неплохо. Так, ловушка здесь есть. Топор, наверное, сверху. Да, так и есть. Да твою мать. Давай, иди сюда, маленький говнюк. Нифига себе он быстро бегает. Я даже перезарядиться не успел. Так, воду мне, пожалуйста, организуйте. Спасибо. Причём дофига воды. Мне даже столько не нужно. Но я возьму. Так, ещё вижу, кулек стоит в уголке. Неприметный такой. Прям три гранатомётчика подряд. Офигеть. Четыре гранатомётчика подряд. Ну нафига ты стреляешь в упор в помещении? Ну ты... Ох, не очень умный. Вот в этих ящичках никогда ничего не бывает. Они всегда пустые. В них никогда ничего не бывает. Так, а влезет ли у меня вообще это всё? Ага, ну уже не лезет. Ясно, понятно. Если вот так, то влезет. Но опять же, мне скорее всего придётся возвращаться. Потому что ещё даже до конца этой локации не дошёл. А там должны быть ещё очень даже неплохие ресурсы в конце. Так, чё у нас здесь? Патроны. Чё у нас здесь? Ещё патроны. Не знаю, влезут, не влезут. Должны влезть. Я, по-моему, этими патронами стреляю из автомата. Пустой ящик, как всегда, в котором никогда ничего не бывает. Вода и бензин. Отлично. Блин, ну сюда надо будет возвращаться 100%. Блин, офигеть тут сколько лута. Раз, два, три. Готово. Посмотрим, чё ещё у нас здесь находится. Здесь сейф. Блин, на место-то нету для вещи из сейфа. Блин, тут лута, конечно, дофига оказалось в этом домике. Не ожидал я, что будет так много всего. Поэтому придётся вернуться на торговую точку, продать и ещё раз за несколько сбегать туда-сюда. Но тут бегать вообще мало, поэтому это не страшно, потому что, ну, торговец буквально через дорогу, можно сказать. Продаём сразу три куска металла. Больше нам, в принципе, продавать нечего. Воды очень много, кстати, у нас. Сейчас уже бензин нужен, а не вода. Погнали, взломаем сейф. Вот здесь я вот. Так, встану, чтобы меня радиация не била и попробую взломать отмычкой. Сразу ломаем отмычки все наши. Конечно же. Один штифт, второй штифт Минус отмычка Третий, четвертый Ну и пятый Ну конечно, ты мне банки тушенки, да? Да, бобы Куча бобов просто Просто миллионы бобов в этом сундуке Я там, не в сундуке, а как его, но вы поняли Давайте я сразу захаваю все штуки Продавать их все равно по очень маленькой цене можно Так, добираем, короче, остатки Берем кожу, берем бензыч Но нам надо еще утащить отсюда бутылку воды и бензина Причем четыре штуки Даже больше Здесь, то есть пять штук нам надо еще утащить Может мне еще одну бобу, еще одни бобы съесть? Давайте я одни съем, чтобы Взять хотя бы еще один предмет И мне не пришлось бы потом еще раз возвращаться Заходим наверх Ну и надо еще сразу понять, что у нас находится на втором этаже Ну и вообще в самом здании Так, разбираем зомбаков Обезвреживаем ловушки Вон я вижу еще одна вода лежит здесь Ее тоже надо будет взять Еще вода, господи Да пофигу Так, что у нас здесь? Ничего особо интересного Гранаты Так, погнали, короче, продадим остатки лута И дальше, я не знаю У нас все, наверное, не влезет Придется от чего-то избавляться Потому что вроде бы все у нас не влезет В наш инвентарь Все, что лежит там и в подвале еще Так, сразу продаем кусок металла Да, видите, у нас очень мало влезет Может быть даже продать ему что-то, я вот думаю Одну тушенку, наверное, оставлю Погнали, последние три предмета заберем из этого подвала Так, водичка Бензин Водичка А, еще здесь бензыч лежит, точно Здесь ничего не забыл? Нет, здесь ничего Но я забыл Я чуть было не пропустил этот сундук Но здесь бобы Бобы, которые мы, скорее всего, с вами сожрем просто Потому что они уже не полезут В инвентарь Ибо нам надо еще наверху взять пару вещей Так, залезаем наверх Бензич берем в первую очередь Потом водичку Ага, уже не лезет Ну, ясно Как говорится, хрен ты знаешь, от чего избавиться Если еще две воды надо взять с собой Блин, тушенку неохота, на самом деле, выкидывать Она может пригодиться Даже не знаю, что выкинуть тогда получается Вода тоже для квестов может пригодиться Ах, ладно Я понимаю, что их лучше было бы продать сначала Но ладно, пофигу уж на эти гранаты Давайте возьмем бутылку воды Также я бы хотел взять еще одну бутылку воды Она вроде где-то здесь валялась на улице Ну и все, можно сваливать с локации Вещей на продажу у нас больше нету Все остальное пойдет на домик наш Да-да-да, прошу прощения Так, заходим, короче, на новую локацию Ой, на какую новую локацию? Я имею в виду на старой базу Ой Плавлюсь уже Так, собственно, погнали посмотрим, что у нас в лабе А, первым делом, да Пока время не исчезло Надо посмотреть, что на торговой точке есть Видите, здесь другие канистры нужны И нужно еще два сухпайка Но у меня, по-моему, на базе всего один лежит Да, я продал, видимо, тот сухпайок Который я оставлял обычно Отстой Надо было его не продавать И я бы смог сейчас обменять нормально Ну ладно, ничего уж не поделаешь А здесь у нас надо две канистры бензина большие 46 минут Ну, кстати В принципе, я могу себе это позволить Давайте мы еще поставим тогда большие канистры делаться Бензыча Одну маленькую заберем И посмотрим, хватает ли у нас воды сейчас для этого Для обмена контракта Да, воды хватает Воды хватает на две большие канистры То есть, по сути, у меня раньше сделается это Бензин сделается раньше, чем пропадет контракт Видите, через 19 минут Но я это, наверное, за кадром уже сделаю Не буду вас утруждать этим И надо бы выкинуть Ну, не выкинуть Сложить различный мусор У нас один ровно четыре А, нет, пять воды у нас Окей Также я бы хотел выложить, наверное, консервы Патроны Все в таком духе Нет, бензин я буду продавать Поэтому мне выкладывать нет смысла Выложим консервы и прочую дичь Отмычки 56 штук, ничего себе Я, видимо, их случайно все с собой взял Так Это мы на продажу оставим И это мы тоже на продажу оставим В остальном, в принципе, все у нас освобождено Еще есть две маленькие канистры бензина Но нам нужно 6 штук, чтобы скрафтить еще один большой бензин, по сути И мне бы интересно было узнать Могу ли я уже улучшать новые станции? Нет, я не могу их улучшать Мне нужно сначала дождаться улучшения большого лагеря Базового До шестого уровня Давайте посмотрим, кстати, что там у нас по уровню Три часа еще ждать Нифига себе, ну окей В следующий раз мы уже будем копить с вами на улучшение, скорее всего, радиостанции Потом, наверное, я улучшу либо торговую точку, либо лабораторию Дальше уже под конец, наверное, улучшим госпиталь Потом снова будет базовый лагерь седьмого уровня уже И дальше больше А где тренер с суперспособностями? А вот он Учил тебя всему, что знаю Говорит нам тренер То есть, по сути, у него больше не появится новых перков Пока не выйдет, скорее всего, обнова с перками Если она вообще выйдет Посмотрим, что у нас А вообще, что ты продаешь за торговую точку? Он продает золото, а мне золото как бы не так, что бы и нужно на самом деле То есть, зачем мне золото, чувак? Если бы на серебро? Ну, то есть, мне даже этого смысла контракта Нет смысла выполнять этот контракт Особого То есть, я могу там, типа, новую броню купить Но меня никто не пробивает в открытом мире Какой мне смысл в новой броне? Или там Оружие, допустим, они вроде за золото не продают Можно, конечно, там, я не знаю За золото что-нибудь, типа, улучшать винтовку Там урон ей, да, кстати В принципе Да, можно за золото улучшать, типа, показатели оружия Опять же, это тоже такое себе Я, в принципе, и так быстро всех ваншотаю С винтовки и с автомата Зачем мне их улучшать? Чтобы зомби убивать? Ну, такое Ладно, что ли На этом, наверное, мы будем тогда потихоньку заканчивать Поэтому Давайте я перейду на свое законное место На котором я обычно заканчиваю серии По The Walking Zombie 2 Собственно На этом все Всем спасибо за просмотр С вами был Ник В следующий раз постараемся начать копить уже на улучшение Вот этой штуки, на которой я стою То есть радиостанции Потому что хочется погулять по новой локации Там должна новая локация открыться при улучшении Потом будем торговую точку Либо лабораторию улучшать В зависимости от того, что будет прерогативнее И лабораторию надо улучшить Чтобы канистры Больше канистр было в крафте А может быть будут новые какие-то типа канистр Черт его знает Не знаю точно И торговую точку надо улучшить Чтобы было больше контрактов И они быстрее появлялись И были более прибыльными Ну, а на этом я буду пока что с вами заканчивать Большое спасибо за просмотр С вами был Ник Удачи До скорых встреч И мы еще увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok